Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Марина Шиян и в начале выпуска коротко о его главных темах. Война, разделившая семьи, давно закончилась, а раны от нее до сих пор кровоточат. На Сахалине корейцы в августе поминают тех, кто вынужден был остаться на чужбине. Спустя почти полвека кто-то смог вернуться на историческую родину, однако здесь остались родные и близкие. Какие последствия нанесла та война, расскажу вам я, Елена Лев. До начала нового учебного года остается чуть более двух недель. Готовятся ученики, их родители и школы. Что сделано и над чем еще предстоит поработать, расскажу вам я, Яков Морозов. Утренняя зарядка, быстрая ходьба, бег трусцой. Южно-сахалинским школьникам медики объяснили, почему полезет для здоровья подвижный образ жизни. И об этом расскажу я, Евгений Гоньков. Гора Грусти в центре Корсакова имеет особое значение для сахалинских корейцев. Именно сюда почти 80 лет назад пришли 40 тысяч людей в надежде вернуться на историческую родину. Однако пароходы за ними так и не пришли. Каждый год к мемориалу памяти разделенных семей несут цветы. На одной из таких церемоний побывала моя коллега Елена Лим. Несколько тысяч километров японского моря отделяет Сахалин от корейского полуострова. Однако еще каких-то 30 лет назад это было непреодолимой преградой. Многие корейцы так и не смогли вернуться на свою историческую родину. Это место называют горой Грусти. После окончания войны сюда приезжали корейцы, оказавшиеся на острове во время японской оккупации. Они ожидали корабли, которые должны были вернуть их домой. Покинув родину всего на несколько месяцев, они остались на чужбине на целые десятилетия. Кто-то умер, так и не увидев родных. Боксун Ким родилась в Мирныховском районе. В 64 года она с супругом вернулась на историческую родину, оставив на островах своих детей, внуков и правнуков. Однако спустя 20 лет все же вернулась на Сахалин. Мама одна там, что случится, мы все не приедем. Так что мама сама приезжает. Вот я совсем приехала. Уже второй год я тут живу. Со времен окончания той войны красной нитью тянется тема разделенных семей. У мемориала памяти с таким названием сегодня многолюдно. Люди несут цветы, вспоминают своих предков. Стелла изображает символический корабль, который разделен на две половинки и как будто стремится в небо. Термин разделенной семьи проходит по всей жизни с холицкой корейцем. И это трагедия, которая не покидает нас даже по пришествии 80 лет. Поэтому помнить о наших предках и помнить, что эта страшная война разделила нас до и после. Дань памяти предкам пришли отдать и совсем молодые люди. Это корейцы третьего и четвертого поколений. К новому поколению также стоит быть и относиться более бережно к своим корням, к своим традициям. Потому что Россия, она большая страна, она многонациональная. И если мы не будем беречь культуры каждого из нас, то ничего из этого не получится. Несмотря на то, что корейцы давно ассимилировались в России, они бережно чтят свои традиции. Елена Лим, Дмитрий Синдяков, Телекомпания ОТВ. На Сахалине наградили компании, специалисты которых делятся опытом со студентами и новыми сотрудниками. В областном центре подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества». Он проводится ежегодно во всех регионах. В нашем регионе он проходит третий год в ряд. И количество участников его растет. В этом году приняло участие уже 10 компаний. Из пяти номинаций у нас представлено 4. Но и отрадно то, что в таких компаниях, как РЖД, компания «Аврора», в социальных учреждениях у нас появляются такие практики наставничества, где за новыми сотрудниками закрепляют уже опытных сотрудников. Сотрудники нашего предприятия со второго курса начинают преподавать в колледже. Также студенты стажируются в нашей компании в роли агентов по бронированию и продаже перевозок, агентов по регистрации и бортпроводник. Победители регионального этапа будут бороться за победу во всероссийском финале. Дополнительную информацию о конкурсе можно посмотреть на официальном сайте Министерства Сахалинской области по эффективному управлению регионом. Адрес указан на вашем экране. 200 юных учеников Корсакова отправятся на учебу в начальную общеобразовательную школу номер 5. Учреждению в этом году исполняется 32 года. Последние штрихи подготовки осуществляет педагогический коллектив. Помогают и родители. Все ли готово для празднования Дня знаний, выяснял мой коллега Яков Морозов. Анна Складнева, учитель начальных классов, готова принять 25 первоклассик. Это первый опыт работы с младшими школьниками. Но как обеспечить учебный процесс, педагог знает. По каждому найти свой подход, найти с ними общую волну, чтобы мы были с ними на общей волне, идти вместе вперед, взаимодействовать с родителями, чтобы шло у нас все только вперед. Родители немного волнуются. Как говорится, в первый раз в первый класс. Если честно, непонятные эмоции, потому что первый раз у меня ребенок будет в первый класс. Но очень переживаю, волнуюсь, как он будет, конечно, тут. Но хотя он у меня очень смышленый мальчишка, очень умный, но я думаю, мы справимся. Я, если честно, не забываю, как их зовут, а так они мои подруги. А ты уже познакомился со своими одноклассниками? Да. Девчонки есть? Угу. Симпатичные? Угу. Тебе кто-нибудь понравился? Угу. Школа оснащена по последнему слову техники. Здесь сделано все, чтобы образовательный процесс был максимально эффективен. Мы уже давно отошли от досок, и в каждом классе висят интерферные панели, на которых они сенсорные панели. Можно работать как стилусами, так можно работать и рукой, что очень удобно детям. В 22-м году школа переродилась. Здесь был сделан капитальный ремонт. Реконструировали фасад и обновили внутренние помещения. Учебное заведение попало под программу модернизации школьных систем образования. Школа наша преобразилась. Появились вот такие вот светлые коридоры, а наши учебные классы превратились в такие вот яркие островки с новым интерактивным современным оборудованием и удобной школьной мебелью. В этом году Корсаковская начальная школа уже 32-й раз открывает двери для своих учеников. 200 девчонок и мальчишек начнут учебу в уютных стенах под чутким контролем заботливых педагогов. Яков Морозов, Константин Кентюк, телекомпания ОТВ. В Южно-Сахалинске стартовала акция «Собери ребенка в школу». Основная идея данного проекта – обеспечить учеников принадлежностями в школу. Уже собрано около 50 полностью укомплектованных рюкзаков. Их отправят школьникам Донбасса. Наши сопартийцы с огромным удовольствием покупают рюкзаки, наполняют их школьной канцелярией и приносят к нам на Держинского 40-1, штаб общественной поддержки. Все рюкзаки будут переданы школьникам Донбасса. Надеюсь, принесут радость и школьникам, и их родителям. Мы открыты 7 дней в неделю. Работаем без выходных с 10 до 19 часов. По адресу Держинского 40-1, штаб общественной поддержки партии «Единая Россия», любой желающий может принести рюкзаки и школьную канцелярию. Приносить можно не только рюкзаки, но и все, что необходимо в учебе. Ручки, карандаши, пеналы и многое другое. По всем вопросам обращаться по номеру, который указан на ваших экранах. В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта по внедрению дизайн-кода. Красивые панно и художественные картины уже красуются на фасадах многих жилых домов. Причем каждый эскиз создавался профессиональными художниками с учетом мнений местных архитекторов. Все подробности далее. В Южно-Сахалинске не прекращаются работы по улучшению внешнего вида областной столицы. Цель – сделать городскую среду привлекательной как для жителей, так и для гостей города. Нанесение муралов осуществляет Центр развития городской среды. Его специалисты обсуждают будущие картины местными художниками, архитекторами и искусствоведами. Профессионалы творческого ремесла собираются вместе и предлагают свои идеи. А также вносят правки в уже принятые предложения. Мы сегодня также предлагали какие-то варианты на всеобщее обсуждение. Подходит, не подходит, кто что думает у более опытных, более взрослых художников наших сахалинских. Чтобы все это было пропитано какой-то нашей сахалинской жизнью, айдентикой, особенности какие-то характерные. Глава города Сергей Нацадин с руководителями профильных структур провел осмотр муралов. На данный момент проект осуществляется по двум из семи маршрутов вдоль улиц Пуркаева и Горького. На первом будет рисоваться спорт Сахалина, а на втором – родина Сахалин. Я считаю, что если эта работа получит положительный отклик от наших горожан, если это понравится, то мы продолжим. Насмысленно прорисовывая какие-то маршруты туристические, чтобы можно было рассказывать о истории Южно-Сахалинска, Сахалина, воспитывать любовь к родному краю и украшать наш город. Муралы реализуются в рамках этапа проекта по внедрению дизайн-кода первой линии застройки города по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Также в концепции предусмотрена и организация благоустройства, то есть муралы – это лишь первый этап. Далее мы формируем, у нас есть некоторая часть мероприятий по благоустройству на протяжении маршрута. К этому мы приступим уже в следующем году. Художники, желающие поделиться своими эскизами и идеями, могут обратиться в Департамент архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска. Ольга Артемова, Эльвира Хан, телекомпания ОТВ. Отсутствие регулярной физической нагрузки менее 4,5 тысяч шагов в день оказывает очень неблагоприятное влияние на здоровье и способствует раннему развитию всех хронических заболеваний. Как избежать этих проблем, рассказала заведующая отделением спортивной медицины областного врачебно-физкультурного диспансера Евгения Муляева. Запись беседы смотрите в рубрике «Гость студии». Евгения Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. На выходных мы праздновали День физкультурника, а эту неделю Минздрав посвятил популяризации активных видов спорта. Расскажите, пожалуйста, насколько важно поддерживать достаточный уровень физической активности. Во всем мире зарегистрировано более 200 видов спорта, в том числе в нашем регионе существует 37 спортивных школ для детей и юношества, в том числе школы Олимпийского резерва и более 50 федераций для занятий спортом. Физическая активность оказывает очень комплексное воздействие на организм, улучшает метаболизм, кровоснабжение всех органов и тканей, увеличивает устойчивость гипоксии, повышает иммунитет, увеличивает выносливость, гибкость суставов и оказывает комплексное положительное воздействие как на физическое, так и нервно-психическое здоровье. Согласно рекомендациям, какого уровня активности стоит придерживаться ежедневно и какие виды спорта для этого подходят? Существуют самые простые рекомендации по активному образу жизни. Это около 150 минут активности в неделю, это минимально, или 40 минут активности в день. Эта активность, она может не обязательно виды спорта включать, здесь могут быть и ходьба, и плавание, и активные игры на воздухе, и велоспорт, и ближний туризм, и даже бытовая активность, это работа на приусадебном участке, и какие-то силовые нагрузки, которые мы все производим в быту, это покупка продуктов, подъем детей и внуков. То есть это не обязательно должна быть физическая активность в специальных учреждениях, она и в быту у нас тоже широко распространена. Что касается рекомендуемых видов спорта, то виды спорта, главное, чтобы они приносили человеку радость и удовольствие. А какие именно это будут виды спорта, это уже не так и важно. Кто-то любит групповые виды спорта, где работаешь в команде, где надеешься на товарища, это игровые виды. Кто-то любит с соперником сразиться один на один, как вот в единоборствах. Кто-то предпочитает тишину и природу, выбирает конный спорт, туризм, спортивное ориентирование, ездовой спорт. Ну а те, кто любит музыку и ритмы, могут выбрать художественную гимнастику, танцевальный спорт или чир-спорт. К чему может привести отсутствие регулярной физической нагрузки? К сожалению, отсутствие регулярной физической нагрузки менее 4,5 тысяч шагов в день оказывает очень неблагоприятное влияние на организм. И способствует раннему дебюту всех хронических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, артериальная гипотензия, заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, расстройства психического здоровья, такие как бессонница, депрессия, некоторые виды неврозов, они тоже тесно связаны с отсутствием физической активности. И с недостаточным общением людей во время этой активности, и с недостаточным пребыванием на свежем воздухе. Мы все знаем цитату Труссо, что движение может заменить любое лекарство, но ни одно лекарство не может заменить собой движение. Вы перечислили школы в основном для детей, а что касается взрослых? Что касается взрослых, в нашем регионе активно работает программа «Активное долголетие» для людей старшего возраста, где активно применяются все виды физической активности, в том числе занятия на свежем воздухе, занятия в бассейне, групповые занятия на свежем воздухе под контролем инструктора, тренера. То есть у них тоже есть достаточно богатый выбор, из-за занятия скандинавской ходьбой и посещения бассейна. Для людей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в том числе людей с ограниченной физической активностью, в нашем регионе развита адаптивная физическая культура. Она также проводится на базе нескольких спортивных школ. То есть фактически люди любого возраста и с любыми проблемами здоровья, они могут заниматься общей физической культурой. И, конечно, им еще показано, практически каждому из нас, людям взрослым, это лечебная физическая культура. Это дополнительные комплексы, которые уже подбирает доктор, исходя из ваших конкретных проблем со здоровьем. А с чего стоит начать человеку, который решил внедрить спорт в свою жизнь? Для человека, который внедрить, решил в свою жизнь спорт, ну или так назовем это физическую культуру, можно начать, конечно, с состояния здоровья. Если этот человек уже имеет хроническое заболевание, его наблюдает какой-то доктор-специалист, можно получить у него рекомендации по поводу изменения своей активности. Если же эти люди относительно здоровые, но возраст более 50 лет, возможно сначала пройти диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства. Это сейчас удобно по записи. И тогда будет уже ясна общая картина состояния здоровья. Евгения Сергеевна, я благодарю вас за интересную беседу. Надеюсь, что эти рекомендации будут полезны нашим зрителям. До свидания. До свидания. Это еще не все новости. Смотрите далее в выпуске. Утренняя зарядка, быстрая ходьба, бег трусцой. Южно-Сахалинским школьникам медики объяснили, почему полезен для здоровья подвижный образ жизни. И об этом расскажу я, Евгений Коньков. Уход и внимание – то, без чего нельзя оставлять домашних питомцев. Правильное питание и жизнь в четырех стенах не являются гарантом безопасности от непредвиденных заболеваний. Как часто необходимо водить пушистых друзей к ветеринару и какие заболевания у них встречаются, расскажу вам я, Илья Бабенков. В последнее время участили случаи вербовки в ряды террористических организаций с помощью соцсетей и различных популярных мессенджеров. Преступники могут создавать только иллюзию помощи, но приносят только беду. Помните, участие в террористической деятельности сурово карается законом. Если у вас возникли подозрения в том, что пытаются завербовать вас или ваших знакомых, немедленно позвоните по телефону доверия УФСБ 8-42-42-72-40-83. Прокуратура разъясняет. Трудоустройство несовершеннолетних допустимо начиная с 14 лет. При этом требуется письменное согласие одного из родителей и органа опеки. Для несовершеннолетних установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Определен особый порядок оплаты труда, предоставления отпуска, расторжения с ними трудового договора. Запрещается применение труда таких лиц на вредных или опасных производствах, под землей, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. В случае нарушения трудовых прав необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Государственную инспекцию труда в Сахалинской области или прокуратуру. Вы знаете, что в среднем каждый человек за год накапливает почти 400 килограммов мусора. Только на Сахалине и Курилах на свалки ежегодно попадает 200 тысяч тонн. Сейчас в области внедряется новая система обращения с бытовыми отходами. При раздельном сборе значительный объем мусора идет на переработку, а на полигонах остается его меньшая часть. Снижается уровень загрязнения среды. Это позволяет сохранить природу и улучшить экологическую обстановку региона. Сахалин и Курилы – уникальная жемчужина России. Спасибо, что делаете наш мир чистым. Зарядка начинается с головы. Специалисты регионального центра общественного здоровья проводят своеобразные флэш-мобы в пришкольных лагерях. Они приходят по утрам в учебные заведения и под музыку устраивают короткие, но максимально эффективные минутки здоровья. Цель – приобщить подростков к физической активности. Подробности далее. Раз, два, три. Какая лекция о пользе зарядки без самой зарядки? Поэтому медицинский десант сразу переходит к действиям. А начинать упражнение нужно с головы. От нее энергия пойдет по всему телу. Инструктор Екатерина Иванченко рассказала, что для поддержки здоровья не нужно изнурять себя длительными тренировками. Достаточно больше ходить пешком. Полезно и недорого. Самое полезное, безопасное и подходящее абсолютно для всех – это ходьба. Ходьба быстрая, медленная, с чередованием быстрой и медленной. То есть это такой вид физической активности, который не нагружает совершенно суставы, как при беге, допустим, да, колено, суставы у нас, стопы страдают. Алексей Булыгин со спортом давно на «ты». Парень юнормеец, занимается кикбоксингом. А каждая тренировка начинается с разминки. То есть с той самой физзарядки. И она необходима каждому спортсмену. Нагрузки должны ложиться на размятое тело. Тогда не будет травм и растяжений. Спорт, да, он нужен. Он развивает, во-первых, координацию, да и мышление тоже как бы хорошо развивается. Вот, поэтому спортом стоит заниматься. В течение всего лета специалисты Центра общественного здоровья ездят по детским лагерям и объясняют подросткам – движение – это жизнь. Физическая активность не позволяет пробраться в организм с самым разным хроническим заболеванием, начиная диабетом и заканчивая онкологией. Лишь единицы делают в этой группе школьников зарядку по утрам. Из 45 человек где-то три руки поднялось. В спортивные залы из этой аудитории 40% я посчитала ходят. Это мало. Мы сегодня должны объяснить здесь и сейчас, что здоровье человека на уровне школьника сегодня нужно укреплять. Пропаганда здорового образа жизни дает свои плоды. В прошлом году островной регион признали самым спортивным. Более 60% островитян постоянно занимаются физкультурой. И показатель растет. Хороший пример тоже бывает заразительным. Евгений Коньков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Роллы с морепродуктами, кальмар по-восточному, лосось с мидиями в соусе от шеф-повара. Такие блюда предлагает гастрономический марафон «Дары морей». Главными ингредиентами, которые доступны шеф-поварам, стали лосось, камбала и кальмар. Участие принимают 8 кафе и ресторанов областного центра. Цена сета фиксирована и составляет 950 рублей. Каждая наша точка, она обязательно вкладывает в душу, в ту работу, именно профессиональную свою, которая связана именно с кулинарными достоинствами тех или иных продуктов. На любой вкус обязательно будет интерес, потому что вы можете прийти со своими друзьями. Гастромарафон приурочен к празднованию Дня города и проводится уже девятый раз подряд. С адресами заведения общественного питания можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Там же можно узнать и подробности фестивального меню. «Дары морей» продлятся до 3 сентября. Ветеринары рекомендуют водить домашних питомцев в клиники каждые полгода. Самым остропереносимым сезоном является лето. В этот период можно подхватить заболевание желудочно-кишечного тракта или инфекцию, передаваемую воздушно-капельным путем. Как обезопасить пушистого друга, узнал мой коллега Илья Бабенков. Дети уже выросли, поэтому теперь домашние питомцы для Елены Иларионовой часть большой и дружной семьи. Женщина с трепетом относится к ним. Пудель, бенгалка и мейн-кун хорошо уживаются вместе. Раз в квартал они стабильно проходят обработку от блох клещей. Но и это не спасает от непредвиденных заболеваний. Такой случай произошел самым большим членом семьи мейн-куном в Венеи. Два года назад он нас сильно напугал. Мы снимали квартиру, пока делали ремонт. Короче, он там отравился и прямо задыхался конкретно. Это была суббота. Я должна была уезжать в турпоход большой. Но я позвонила своему ветеринару. Первые симптомы наличия заболевания у домашнего животного проявляются в качестве апатии, нежелания есть и пить воду. Заниматься самолечением и читать статьи в интернете не стоит. Единственное правильное решение – сводить пушистого друга к ветеринару. Вакцинация кошек, собак, независимо от того, живут они в помещениях, живут они дома, не контактируют ли они с другими животными, это не важно. Обязательно травить блох каждый месяц в летний период, независимо опять-таки от того, живут они в помещении или нет, потому что блохи могут из подъезда попасть в квартиру. Волонтеры приюта «Пес и кот», когда привозят новых питомцев, проверяют глаза, зубы и нос. Если они текут, это свидетельствует о страшном вирусе. Сложнее всего с теми пушистиками, которые хозяева решили отдать в приют. Их иммунная система не готова к спартанским условиям, тем более, если уже появляются первые симптомы болезни. К нам обращались хозяева, у которых, допустим, кот четвертый день не ест. Это даже были наши бывшие подопечные, к сожалению, люди поздно обращались. И мы с горящей головой в аврале быстрее, там, забираем, везем куда-то в клинику, или вы сами отвозите. И оказывалось, что на УЗИ или по рентгену в организме что-то происходит. Одна ветеринарная клиника способна за год спасти не менее двух тысяч кошек. Чаще всего они погибают от вирусных заболеваний из-за халатного обращения со стороны хозяев. Именно поэтому посещать специалистов нужно как можно чаще. Я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на YouTube-канале ОТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сах.онлайн» и в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Садиться за руль после употребления алкоголя или психоактивных веществ незаконно и опасно для жизни. Каждый год в Сахалинской области по вине водителей, пьяниц и наркоманов гибнут сотни людей. Для выявления таких нарушителей используется специальная высокоточная аппаратура. Наличие в анализах запрещенных веществ является основанием для лишения прав. Не подвергай риску себя и близких. За руль только трезвым. Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого. Семья – самое главное богатство в нашей жизни. Порой в гонке за успехом мы упускаем ценные моменты. Карта Сахалинца – это не только банковская и социальная карта, которая дает большие возможности жителям области. Карта Сахалинца – это еще один повод провести время с близкими. Бесплатный билет для детей до 17 лет в самый большой на Дальнем Востоке аквапарк Аквасити по карте Сахалинца. Повод для насыщенных выходных найдется всегда. Карта Сахалинца заменяет скипас на горном воздухе. Пополните баланс пластика и покорите вершины горного воздуха. Оформите карту Сахалинца на сайте проекта или у банков-партнеров. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok